Всем привет, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чеггеряут. На этом канале обычно выходят реакции на музыкальные клипы, альбомы, песни и так далее. И с недавнего времени я начал делать обзоры на КВН. Объясню сразу, я ни на что не патендую, есть крутые обзорщики. Лично я смотрю Крафти и Саву, я не знаю, кого вы смотрите. Ну, короче, каждый смотрит того, кто ему нравится. Все делают очень круто, профессионал своего дела и так далее. Я не профессионал, я любитель, я не КВНщик, простой зритель. И в этом видео сугубо лично мое мнение, зашло не зашло. В общем, я делаю что хочу, и пока это приносит мне удовольствие. С этим разобрались, перейдем к игре. Третью 1.8 открыла команда Цирка. Я особо не помню, какими они были в прошлых сезонах, так как я обычно проматывал их выступления на Плюшек и на других хороших команд. Поэтому, какими они были до и какие они сейчас, я не знаю. Но, в принципе, в этой игре они себя неплохо показали. У меня тут заметочки есть. Вот. В принципе, ребята неплохо начали с самоиронии. Дальше подогрели зажигательным танцем. Понравились шутки с доской и раковиной. Ну, так, более-менее. Я раковину принимал. Раковину? Я смотрю, вы и девушку новую в команду взяли. Да, она гибкая и пластичная. Вообще-то я тоже не ломалась. А все остальное, ну, особо как-то не зашло. Возможно, это из-за повторений. Ну, как мне кажется, слишком часто они повторяли шуточки про сорокалетних мужчин. Сорокалетний, 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 сорокалетний. Лучше бы разбавили свое выступление миниатюрами какими-нибудь интересными, реально. А вот эти, что за примеры, сорокалетний мужчина, не до конца смотрел. Ну, что-то как-то я подустал от этого всего. Короче говоря, неплохое начало. Вторыми были громокошки. Ребята вышли на лайте и показали свой стиль. И, скажу сразу, это вторые любимчики после плюшек. Я очень соскучился по ребятам. И, возможно, я сейчас не объективен буду. Но мне понравилось выступление ребят. Выделю путану в КамАЗе. Анжела, ё-моё, я же тебе сказал, ничего не трогать! Голосы зрителя. Вот, Петька Василий Ивановичу и говори. Теперь понятно, почему Пелакея из жюри ушла. Да не, она над этим, наверное, прям ржала. Это она мне его и рассказала. Ну и заправка с таксистом тоже, в принципе, хорошо. А, женщина! Здравствуйте, извините, скажите, пожалуйста, а заправчиков сегодня нет? А то я там что-то вообще не разобралась. Ну, пересдадите в следующий раз. Мне сегодня таксовать! Какой таксовать у вас прав? Нет! Ну я уже перчатки купил! Дорогой, ты экзамен сдал? Нет! Посмотрел на Никиту с другой стороны в гостинице. Ну, он отключил этого придурковатого чувачка. И такой более серьезный здесь был. Ну, он меня удивил этим. А ты забавная. А вишенкой на торте был 1-1 с Пелагеей. Ну, прям очень хорошо. Не знаю, как вам, но мне зашло. Девчонки. Девчонки. Константин Эрц, Юрий Соломонович Гусман, Александр Градский. Я понимаю, что кому-то может не нравится их юмор, но без этих ребят в КВН будет скучно. Идем дальше. Следующими вышли Полуостров. Я, по-моему, видел уже их выступления. Не помню, один, два раза или сколько раз. И вообще, почему я их видел, я не помню. Но вроде что-то было. На фоне после громокошек они смотрелись очень слабо. Я бы даже написал. Мертвые. В основном они тупо стояли там. Даже когда играет отбивка, они такие, типа, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, вы хоть что-нибудь делаете там. Хоть как-то двигайтесь. Я не знаю. Очень как-то странно смотрелись они. Очень скучно. Шутки их мне не заходили особо. Выделю только Медведева. Мы-то держимся, Дмитрий Анатольевич. Вы там как? И Роскосмос. Глава Роскосмоса на ковре у президента. Так это сразу нет? Танец Пелагеи очень странно смотрелся. Мне самому как-то неудобно стало. Я не знаю, что там думала Пелагея про себя. Что ее до сих пор не отпустили. Типа, он такой, типа, еще танцуем. Как-то жутковато. И еще позабавил, что там чувак, пошутивший чувак, он сам же смеялся над своей шуткой. Танец Пелагеи. Команда КВН Полуостров. Спасибо. Все, все на этом. Мне больше нечего сказать по поводу их выступления. Переходим к волжанам. Ребята бодренько начали по сравнению с Крымом. Хорошо усилились с девушкой. И голос красивый, и внешность приятная. Сначала про себя сказал что-то типа, еще до Светланы. Ммм, здорово. Но на самом деле хорошо усилились с девушкой. За ней и приятно наблюдать, и приятно слушать ее голос. Что не могу сказать про Светланы. Ты что сюда выделываться пришла? Но не будем говорить о девушках. Что по миниатюрам. Больше всего понравилось про залипак. У вас вообще залипаки-то есть? Ну вот жена что-то дала. Скрипыши. И пожалуй на этом все. Петров к мне особо не зашел. Мне вообще кажется, что это не похоже на него. Может я конечно ошибаюсь, я не видел интервью с Петровым. Но вроде бы он как-то себя спокойно всегда вел на интервьюшках. Все остальные шутки вроде в норме, но особо не пробивали на ха-ха. И все же волжане смотрелись куда интереснее полуострова. Улыбайтесь будущим, и оно улыбнется вам в ответ. Оценки у меня получились простенькие. Цирку я поставил 4. Грома кошкам 5. Полуостров 3. И волжане получили 4. Когда в первый раз я увидел оценки, мне показалось, что полуостров вытягивают. И в разминке я уже был в этом уверен. Ну почему-то вот у меня такое впечатление, у меня такое мнение, мне кажется, не у меня одного. Но давайте переведем. Давайте перейдем к импровизации. Нам снова показали 5 ситуаций. Дверь и выходы жюри. Ну конечно, куда же без выходов жюри. Пробежимся быстренько, как обычно. Вот, смотрим импровизация. Вот, я думаю, видно или не видно вам. Первое. ГАИ. Больше всего мне зашли Грома кошки. Два раза плюс. Волжане и Цирк плюс-минус. Ну типа норм. Второе. Тоже ГАИ, только наоборот со Слепаковым. Грома кошки плюс. Полуостров плюс-минус. Волжане плюс-минус. Слепаков круто там отыграл. Ижать. Класс. Слепакову плюс поставил. Идем дальше. Звонок. В Цирк что-то ничего не было. Звонок, вот, Грома кошки два плюса. И все. Торговый центр этот, примерочная. У всех норм. У Полуострова только что-то минус там. Что-то не зашло мне. Короче, у всех плюс-минус. Какого терка. Ну и последнее дверь. Грома кошки плюс. Полуостров плюс. Волжане плюс-минус. Вот. Итого, что у нас получается. Цирку я поставлю. Объясню, как я... Так, все, стоп. Я думаю, вы поняли то, что больше всего мне понравились Грома кошки. Очень хорошо себя показали в импровизации. И как и русская дорога в прошлой игре. И мне интересно было бы понаблюдать за ними в одной четвертой или одной второй. В общем, ну, чтобы они были вместе в игре. Объясню, как примерно я все ставлю. Плюс и плюс-минус. Это означает либо хорошо, либо нормально. Соответственно, потом я эти плюсики суммирую. И получается оценка. Цирк у меня получил 2. Грома кошки 5. Мог бы и 7 поставить. Полуостров 2 и Волжане 4. Вот мои оценки. Слепаков ставит 3 полуостров. Ой, Волжанам 3. Я немножко не понял. Ну, возможно, он там сам затупил. Как мне показалось. А может, реально тройку поставил. Но это очень странно было. И слышно было зал. То, что он там негодовал. И вот какого черта. Когда я не перестану, наверное, бомбить с этого. Почему не прогнулись опять под зал? Когда так-то выгнали, все-таки вернули их обратно. Бурятам 3 поставили. Не вернули. Ну, то есть не поменяли оценку. Волжанам 3 поставили. Зал загудел. Опять ничего не изменили. Я успокоюсь когда-нибудь. Если таких ситуаций больше не будет. Перейдем к музыкалке. Начали громокошки. В принципе, нормальная музыкаль... Да. Начали громокошки. Показали, в принципе, неплохой музыкальный фристайл. Я постараюсь быть объективным. Мне не особо зашла первая часть. Вот это вот. Игра и гармония и так далее. Зашло. Начало больше нравиться. Когда уже был конфликт. Типа с Пелагеей. Опять это 1-1. Подколы в ее сторону. И слепакову чуть-чуть задели. И вот этот современный формат. Я гармонист. А это баянист. Перепутал нас. И попал в Блэклист. Вторая часть выступления. В общем, мне понравилась больше. Но, в принципе, считаю, что это неплохой музыкальный фристайл. И выступление тянет на четверку. Идем дальше. Следующими вышли полуостров. И скажите мне, что это было? Где музыка? Какого черта? Почему я это смотрел? Как это вообще возможно? Я не понимаю. Какая-то визитка с одной песней. Ну, вот что-то типа того. Конкурс одной песни. Причем они вообще уже страх потеряли. Несе эти разговорчики про вытягивание, подлизывание Эрнсту. Это все так противно смотрелось. Вот это все так отталкивало меня. Пародия на слепакову, в принципе, была неплоха. Но я ждал, когда эта песня закончится уже. Такое ощущение было, что они затянули. И вообще я ждал, когда это выступление закончится. Короче, я не хочу даже говорить ничего о них. Идем дальше. Волжане. Волжане тоже были с одной песней. Тоже скучно смотрелось все это. Все как-то медленно так тянулось. И все это из-за пауз, как мне кажется, с «Мне страшно» и так далее. Шутки также особо не заходили. Здорово они подкололи Слепакова. Вот за это прям лайк. Письмо было. И все на этом. Ну, Инна у них красавица. Я вот влюбился в нее. Все, больше мне нечего сказать. Жаль команду. Жаль не так, как Бурятов. Но все равно очень жаль. Они смотрелись куда интересней и живее как-то, чем полуостров. Короче, лучше бы остались они, а полуостров уехал бы к себе домой. Ну и последняя команда. И не думал, что скажу это, но выступление цирка мне очень понравилось. И в основном это все благодаря пульту и этой перемотке туда-сюда, паузам, замедлением и так далее. Все это напомнило мне фильм «Клик». Вот, и за счет этого, мне кажется, они и вывезли. Шуток также было немного и ничего-то не смешное. Но вот... Сейчас. Пусть, пусть шутки были... Пусть шутки... Пусть, 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 пусть... Пусть шутки были слабые. Само выступление было очень интересное. Выехали они в основном за счет этой перемотки. Не знаю, как вам, вы, наверное, хотели видеть юмор у них в выступлении. Но, в принципе, у всех команд вот так вот юмор. И то есть, то его нету. А цирк вывезли просто за счет вот этой перемотки. Очень интересно смотрелось. Поржал, посмеялся. Спасибо за эмоции. Прям, как мне кажется, это отличное окончание игры. Все. По поводу игры... А, ну оценки давайте. Цирк у меня получил 5. Громокошки 4. Ну, вот так вот как-то у меня получилось. Ну, у меня так получилось. Но получилось и получилось. Полуостров 2 и Волжане 3. По сравнению со второй, 1.8, третья смотрелась как-то скучновато. Как мне показалось. Ну, что там было? Там были... А, ну там дети Тьюринга были. И Русская дорога. И G-Drive с этим пародистом. Ну да, третья как-то... Короче, мне больше понравились Громокошки и Цирк. Все. На этом, пожалуй, все. Пишите в комментариях ваши впечатления от этой игры. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за внимание. Всем спасибо. Всем пока. Check it out.